Манька Жукова Манька Жукова Манька Жукова Манька Владимир Владимирович, пишу тебе письмо. Поздравляю с праздником. Днем работник сельского хозяйства. Манька задумалась. До этого она писала письмо только один раз. На Новый год Деду Морозу. Тогда она поздравила его с праздником и попросила подарок. Ночью Дед Мороз положил ей под елку куклу. Президент, подумала Манька, он тоже как Дед Мороз, только без бороды. Говорят, он все может. И писать ему надо так же, как Деду Морозу. И она продолжила. Помоги, пожалуйста, нашему колхозу. Подари ему комбайнов побольше, да тракторов помощнее. Манька перевела глаза на темное окно и представила своего дядьку, председателя местного колхоза. Это от него она услышала про тракторы и комбайны. Дядька часто заходил в гости к ее отцу. И они долго говорили о жизни деревенской. Манька в их беседу не встревала, но многое запоминала. Она вздохнула и продолжила писать. А еще уймите своих олигархов. А то нефтяники с наглыми мордами своими ценами нашему председателю в харю тычут. А он сделать ничего не может. Говорит, только ты можешь их в нужное место пристроить. Тогда мы всем колхозам век на тебя молиться будем. Манька опять задумалась. Она вспомнила, как на днях приезжали в их колхоз электрики. И на всех фермах отключили электричество. Председатель тогда сильно ругал Чубайса. Чубайсом звали соседского пса. На вид он был неимоверно почтителен и ласков. Но никто, кроме него, не умел так вовремя подкрасться и цапнуть за ногу. Причем тут пес Манька не поняла, но на всякий случай добавила. И Чубайса тоже забери. Говорят, у тебя собака есть. Пусть он для нее другом будет. А в сентябре мы не учились, а убирали в колхозе картошку. Я тогда заработала пятьсот рублей. Больше, чем мамка на ферме. Могла бы и еще больше. Но картошка в этом году опять не уродилась. Агроном говорит, чем удобряли, то и выросла. А картошка нынче дешевая. И на будущий год ее у нас сажать не будут. Манька вспомнила, как расстроился по этому поводу председатель. Ей стало его жалко, и она приписала. По секрету скажу. Зятька пару машин картошки помимо весов продал. И нигде ее не учитывал. Но не для себя, а для колхозников. Говорит, раздам, чтобы было им чем штаны поддержать. Наверное, ремни или штанов всему колхозу купить хочет. А еще пришли нам в колхоз таблетки аспирин у пса. А то у тракториста дяди Вани каждый день голова болит. Потому что свой трактор он больше ремонтирует, чем на нем работает. От этого и головная боль. Наверное, одной пачки таблеток мало. Подумала Манька. С головой в их колхозе у многих были проблемы. Шли сразу в коробку, чтобы всем досталось. Написала Манька. А соседний колхоз у нас в районе продали. Теперь там есть хозяин, вроде барина. Он из города на большой машине поезжает. И пальцем всем указывает. А если что не по его, из колхоза сразу выгоняет, да насмехается. Говорит, я китайцев и молдаван привезу. А вас в омеру пущу. Так теперь там и тракторы, и комбайны есть. Только народу мало осталось. А может и вы к нам приедете. Купите у нас шесть соток земли. А хоть и больше. Думаю, дядька не откажет. И приезжайте хоть на все лето. Если повезет, можно в колхозе на уборочной подзаработать. Передавайте привет Фродкову, Кудрину, Грефу. Ну и Чубасю передайте. Может и он о нас вспомнит. Хотя лучше бы и не вспоминал. А министра нашего, Алексея Васильевича Гордеева, не обижайте. Он один среди них за колхоза старается. Манька опять задумалась. Надо не только колхозу, но и родной школе помочь. А в школе у нас нормальной еды нету. Одни йогурты и гамбургеры. А чтобы сало с картошкой или мясо с макаронами, это только по праздникам. Я слышала, вы обещали мух от котлет отделить. Не надо, а то в котлетах мясо вообще не останется. Манька перевела взгляд на телевизор, где президент продолжал говорить о приоритетах. Помоги нашему колхозу, пожалуйста. Христом Богом себя прошу. Пожалей ты нас. А мы и страну накормим, и для заграницы останется. Всегда ваша Манька Жукова. Она свернула в четверо исписанный листок и вложила его в конверт. Подумав немного, она написала адрес. Москва, Кремль, президенту. Подумала еще немного и добавила. Владимиру Владимировичу. Манька положила конверт в портфель, чтобы утром, когда пойдет в школу, опустить письмо в почтовый ящик. Убаюканная сладкими надеждами, Манька спустя час крепко спала. Ей снилась трибуна, на трибуне стоит президент и читает ее письмо правительству. А вокруг трибуны ходит соседский пес Чубайс и виляет рыжим хвостом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok